привет мой короче говоря только вот сейчас около девяти вечера я можно сказать пришел хоть какому-то проблеску как я считаю на каких-то настоящих стоящих идей в общем короче говоря что я тебе хочу сказать жизнь по законам жизни если взять вот их за основу да то это вообще совершенно не мой случай мне это категорически вообще не подходит когда вот эта вся безусловность вся это естественно как искать безусловность косность благородная косность скажем так что вот мол как говорится жри свой сухарь свой кусок хлеба и как говорится и не пикай не рыбайся и так далее но все понятно понятно что это понимаешь понятно что все какие-то категории свобода они вообще доступны мало кому и не могут быть доступны всем понятно все это да но еще раз просто возвращаясь к тому же самому пункту воображаемой геометрии его бачевского что короче говоря на воображаемых началах можно построить такую же непротиворечивую здоровую научную теорию вот и все в общем что сказать ощущение как бы сказать ощущение что ты можешь произвести какое-то чудо это ощущение прекрасное и могу тебе сказать что она у меня есть не знаю точно понимаешь в каком виде это чудо произойдет в какой области чем она будет выражаться но это ощущение чудо есть со мной всегда что я еще раз говорю я абсолютно презираю опыт презираю судьбу вот эту какую-то предустановленность вот это все типа зная свое место вот это я все во все вообще это не рассматриваю понимаешь просто не рассматриваю я отношусь к этому пост откровенным и не скрываемым презрением а чё это вдруг у меня должна быть какая-то судьба чё это у меня должно быть какое-то место там и так далее получается так и при этом при всем что я же вообще-то начинаю регулярно трусить и сжаться под юбку возможно не следует не знаю мне кто-то сказал что я вообще-то тот еще брутал что в общем с с моей чувствительной натурой с моим как говорится вот страданием по поводу всего что я вижу по поводу значит с моим как переживанием за родных близких чтобы не дай бог что там не случилось вроде как бы не вроде как по я очень чувствителен и очень чувствителен очень ну мягок абсолютно но вот это мое презрение к понятию судьбы и все что я перечислил это разве не показатель брутальности я не знаю но при виде иных бруталов меня тоже хочется растошнить что называется понятно что каждый как говорится он лишь как тебе вообще такое вот как тебе такое счастье он маск понятно что каждый как он может как говорится в меру своих возможностей но слушай вот угнетение одного человека другим вот эти все дела связанные с бизнесом этому всему тоже отношусь плохо я вот тебе скажу я не знаю до чего меня должна довести жизнь до какого ожесточения черствости да чтобы я допустим открыл производство и платил бы людям на этом производстве зарплату исходя из минимального то есть понимаешь как обычно и как я понял как я вижу как это было во все времена после промышленной революции а сейчас ничего не изменилось со времен эмиля золя великого французского классика также люди потрачат на совершенно адских работах монотонных абсолютно уничтожающих все человеческое достоинство и работают за гроши и зарплата платится не исходя из максимальной владелец производства платит а он платит уже вот ту зарплату меньше которую платить нельзя так вот я тебе докладываю не по как говорится не по какому то опять же таки самая выпячиванию в этом смысле что я бы так не смог я бы разделил доход от предприятия на всех поровну и платил бы вот так зарплату что экономически абсолютно я знаю что это тупиковое что все это марксистские идеи по сути дела по моему насколько я понял потому что ну все это социалистические идеи получается что я к ним прихожу сам собой но тут уже сейчас по бог погружаться в эти вопросы социологии экономики в чем я уже как осел в каране вот еще одну часть тышь вот этот грабин а рядом с мукатом зато да ну в общем понимаешь и лишиться возможности мыслить широко и лишиться возможности иметь широких углазоров ну а какой он у меня широкий ну давай хорошо вот смотри я я же вообще-то практик практик тот еще практик я действительно это так и есть я человек достаточно конструктивный и вы и во многом даже прагматичный в чем этот кругозор что я не могу уметь этот кругозор работая кассиром в пятерочке нет конечно не могу потому что у меня большая часть у меня весь день все мое золотое время будет уходить на вот этот отупляющий монотонный труд за которые буду получать копейки понимаешь и ничего главное не сделаешь у тебя не будет не знакомств ни круга общения соответствующего ничего то есть я вот это понял еще но когда еще в оркестре сидел что из этой жопы выбраться нельзя вообще то есть вот чем ты как говорится вот туда глубже засаживаешься тем все ты не вылезешь из оркестров из кассиров пятерочки и и вот это все к слову о том как как построено общество как живут люди но мы сворачиваем на мкад сегодняшний день у меня весь проходит под эгидой кассира в пятерочке друзья мои да весь день проходит под этой эгидой и думаю я и размышляю ребята как с этим быть а чё тут как с этим быть что называется а какая у тебя профессия у меня профессия называется скрипач а значит но это не может быть профессии потому что это искусство понимаешь вот как я попал поэтому-то я и значит сказал себе и всем говорю что я не буду своих детей учить музыки учить на скрипке тем более потому что еще раз повторяю что это искусство когда ты из искусства делаешь профессию когда-то подшабашиваешь на скрипке просто там ради денег то это начинает тебя унижать ты понимаешь что ты не мастер ты понимаешь что ты не делаешь там и одной сотой того что можно делать и вот это все тоже тебя мучает угнетает и так далее то есть мне так кажется что сейчас вот в данный период жизни понятно что если если понадобится конечно каким-то высшим силам и так далее то любого человека можно сгнобить и раздавить понятно что я могу быть раздавлен этими льдинами и так далее но у меня уже практически ежедневно прихожу к выводу что если вот в данный период своей жизни я буду просто самоотверженно трудиться на почве на ниве своей метафизики самоотверженно просто-напросто то вот эту толщу времени мне удастся прошибить и я выйду на принципиальный прогресс что прихожу на ниве мне Продолжение следует...